Аминь. Спасибо, Боже, Души Наша. Господи, Боже, Слави, наше занятие, пребудьте с нами, не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо, но строго следует покровать на Твоем, что там. Тебе слава восстанавливаем, Отцу и Семену, Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Так, значит, Евангелие Атаана, 10 глава, 13-16 стихи. И продолжаем повествование Господа нашего о пастырях и наемниках. Итак, я, Есим, пастырь добрый, знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Так, тут очень много с большой буквы, я, конечно, пастырь с большой буквы, моих, моих, с большой буквы, мои, ну тут понятно, отец и так далее, и один пастырь, пастырь с большой буквы, тоже говорится. То есть, это о Боге, о Христе, в Духе Святом, Вадима и будут мои. Толкование, блаженный феофилакт. И отсюда ты можешь узнать различия между пастырем и наемником. Тут буква Йо не стоит, а уже сейчас поставили букву Йо в новом. Трехтомники букву Йо поставили. Так что тут наемник стоит. Наемник не знает овец, что происходит от того, что он не надзирает за ними постоянно. Надзирает, слово, кстати, надзиратель, знаете, как переводится на греческий язык? Епископ. Надзирающий, надзиратель. Архимандрит, это старший над стеной. Мандра, это стена. Старший над стеной. Раньше, чтобы от зверей защититься, от злых людей, собирались эти монахи и строили, там какую-нибудь скалу искали, чтобы к ней притулиться, и строили стены. Вот прям, даже входа не делали. Так вот по лестнице забирались туда-сюда. Вот так делали. И вот старший над стеной, над стеной. Ну, то есть надзирающий. Чтобы смотреть, чтобы все, стена не урушилась, чтобы где надо, там к ней, что нужно было прислонено. Ну, как в храме. Иудейском. Там тоже начали около храму прислонять всякие постройки. А что, дрова где-то надо хранить, овец где-то надо держать, которые жертвенные. И так далее, и тому подобное. И столько напрестраивали, что в конечном итоге, Ирод сказал, нужно все эти постройки убрать, и сделали их по краям, эти постройки в конечном итоге. И храм был великолепен, написан. Его даже назвали храмом Ирода. С Богом. Хотя, на самом деле, это храм был не Ирода, а храм был зарывалили и не Емьи. Ну, так как он расширил все, там сделал как надо. Наемник не знает овец, что происходит от того, что он не надзирает за ними постоянно. Ибо если бы он постоянно смотрел, то знал бы их. А пастырь, каков Господь, кстати, тут пастырь просто с маленькой буквы говорится о пастырях любви. Вообще. Да, вообще, да. Каков и Господь знает своих овец, потому и печется об них. И они опять знают его, потому что пользуются его надзором и по привычке узнают своего покровителя. Покровитель с большой буквы. Февтелак поставил имя Бога, имя Христа. Покровитель еще. То есть надзирает, то есть он еще и покровитель. Покровитель глубже, чем надзиратель, даже еще. Покровитель так же? Но много глубже, мне кажется. Он может быть и надзирающий, да? Но тут еще много другого. Он явно старший, и как учитель идет, и как старейшина. Уважение должно быть. То есть много-много тут. Странно он такое имя дал. Ну, не странно, а неожиданно. Прежде Господь, прежде Он, узнает нас, то есть Господь. А потом уже мы Его. Вот так. И не иначе можно познать Бога, как быв познанными от Него. Первое корифлом 13, 12. По счету мы сегодня это читали. Один, как вы мы читали? 15. 15, да. А в 13, вот что было сказано. Через Бога познаем. То есть, а Бог Отец говорит, Он грешников ненавидит грешников. А как же мы, будучи грешниками, были им познаны? Как будучи грешниками, мы познаны им. А Господь, Он еще справедлив и много милостив. И у Него все это, когда действует, это называется домостроительство тайн Божьих. Вот так. Господь так странно устраивает. Еще и Дух Святой не смотрит за человеком, не надзирает. Иисус Христос своего могущества в слове не показал. То есть, в исполнении законов человеком, когда слышит от Иисуса Христа исполнение заповедей. А почему? Потому что Господь примером показывает. Поэтому надзирая так вот, примером, еще нет у Господа. И тогда кто? Бог Отец. Бог Отец. А как Он у нас презрел, если мы грешники? Не будем забывать слово Отец. Мы Ему очень дороги. Все дороги. И поэтому, когда Он видит, что человек, вот совершенно не зная Бога, вот не зная, ну, зная понятие только Бог и так далее, что есть высшее существо какое-то, и человек, как вот язычники говорят, язычники будут по совести свои судимы, если будут жить по совести, вот по этой своей, то есть других не обижать. И точно так вот Господь и нас выбирает, ну, верных себе выбирает. И нас также избрал, вспомните себя. Где-то что-то вот кого-то услышали, что-то там, и вдруг сделали правильные шаги навстречу Господу. Он тут же знакомит нас с Господом Иисусом Христом. Это, а почему-то, где тут, ну, где тут истина-то? То есть Господь, он отец, он грешников ненавидит, а мы еще грешники. В чем тут дело-то? Почему так происходит? За что? Да, нужно призвать сначала человека. То есть Господь дает шанс человеку. Шанс. Почему? Ну, потому что он понимает, что Адам согрешил, и вот эти самые гены, мы сегодня называем гены, вот эти микробики греха, а мы даже не можем сказать, какие они. Кстати, я слышал недавно, что врачи американские, там, германские, там, европейские, нашли бактерию зла. Она там гнездится где-то в голове каком-то. И когда человек голодный, то эти бактерии начинают очень быстро размножаться в человеке. И в этот момент нужно себя чуть-чуть забросить. И вот они говорят, очень полезен, полезен салатик небольшой из моих продуктов, чтобы там было лимончика чуть-чуть, чтобы там креветочка какая-то была, там, кальмарчик, и что-то такое легенькое, там, морская капусточка. И вот закусил немножко, и вот ты сразу становишься добрее. и прямо говорит, даже сейчас разрабатывают еду добра, чтобы ты поел и добрый такой ходишь. Ну, только постоянно поедай, а то у тебя охот, ухватят они бактерии эти. Как вам это, на полном серьезе рассказывать? по радио все. Игнатий уже по радио услышал, что жареную картошку есть на заре. Ему можно, а нам почему нельзя услышать и искать бактерию эту. Виктор, как найдем эту бактерию? Вот мы сейчас не поели, не поели, мы поели, поели, мы поели просфору, поэтому мы добрые-предобрые сейчас улыбаемся. Лены нету, потому что Лена Политыкина, она даже просфору поест, она очень недобрая. Можешь вернуться к этой информации? Ну, где ты ее услышал, увидел? Ну, по радио и прям. Все понятно, значит, уже не вернешься. А, то есть, ссылка, например, ссылка должна быть. Ну, вы программу «Звезда» включите, и там постоянно доктор Быковский какой-то, он причем военный полковник, военный врач, и он выдает иногда такие интересные моменты. Зачем нам эти американцы? бактерии не нашли. Зла. Они добрые-добрые, они сейчас нашли, это в Байден ходит, добрые-добрые у них. Показывается. в тюрьме сидит, правильно? А, нет, не вон. И вот, и видите, как быв познанными от Него, познанными от Него, то есть, невозможно прийти к Богу без самого Бога, невозможно, ибо Он прежде устроился нам плоти, усвоился нам плоти, став человеком, с большой буквы, о Сыне Человеческом, сегодня говорили, не зря, прям попали, можно еще продолжить. Потом уже мы усвоились Ему, получив дар обожения. Обожение, не обожжение, а обожжение, 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 то есть, что такое обожжение? Вот это вот то же самое, что купол и покрыли его сусальным золотом и говорят, золотой купол. Нет, он не золотой, он покрыт тоненькой-тоненькой пленочкой, там даже килограмма золота не будет на этом куполе. Ну, то есть, чуточное только. И вот, Господь, когда нас касается и мы принимаем все то, что нас коснулся, то мы, то Он нам дает такое, что имеет сам вечную жизнь, то есть, вечное существование, представляете? Это невероятно. И только Господь сам выбирает, ты сам не можешь выбрать, сам не можешь. И когда тебя спросят, ты родился свыше, человек, ты должен сказать, я родился свыше, а какое местописание тронуло сердце твое, расскажи нам. И ты должен четко выдать рассказ, как тебя Господь тронул через местописание, а то слушаешь, спас там союз и там людей, ну, как вы пришли, это как вот к Богу там, я там увидел глаза Матронушки, я увидел глаза верующего там монаха, я увидел там глаза там еще кого-то там стояла бабушка какая-то, и это меня что-то тронуло, вот они тут церкви стоят, а я нет, и вот решил пойти покреститься, ну, и, конечно, мочением все. как-то приводит и дорога к храму, не ко Христу, а к храму дорога постоянно людей, которые сейчас в храмах у нас заседают, но они никто сейчас не останутся вот так рассматривать, ничего не будут, почему? Мы рассматриваем в такой простоте, мы что берем? Мы берем Слово Божье, толкование Блаженного Феофилакта и места Священного Писания берем какие-то и их рассматриваем, а к ним уже прилагательные какие-то из истории жизни, вот в чем дело, это проще некуда, а у них нужно богословие применить, экзогетику, экзегетику нужно, ну, и многое там другое, социум поднять на уши нужно, очень любит патриарх, это социум, социум желая показать, что неуверивавший недостойный быть познанными от Бога и не суть овцы его, он сказал, я знаю моих и мои знают меня, как написано, познал Господь своих, 2 Тимофеев 2.19 то есть обмануть Бога невозможно, ты думаешь, что ты верующий, я вот верующий, отдайте нам, вот сейчас там забирают Киево-Печорскую лавру там, а мы туда зайдем, это не настоящий верующий, мы вот настоящий верующий, это ничего не дает, там непонятно какие верующие еще были, сколько их и так далее, ну что вот так отбирает и будешь еще вернее там, и лавра прям воссияет и вознесется на небеса, это будет небесный Иерусалим оказывается, это знаете, ну ничего не даст, а там еще папа вот в этой шапочке с пасажком такой горбатенький, да, да, ну, этих ортодоксов никак не получится вознестись, только мы им можем показать, я же тут этот, посланник Иисуса Христа на земле, вот тебе и здравствуйте, и договорились, и где вера, Господь говорит, найду ли веру на земле, когда приду, вот так, а тут еще между православными такая, ну там, не только между православными, там сейчас явно, что идет униатство, то есть православные бывшие, которые теперь подчинены папе, то есть католикам, их православными назвать нельзя в полноте, в полноте, в чем дело. Часто повторяется, повторяет, я жизнь мою, полагаю, завет, для того, чтобы показать, что он не обманщик, ибо выражение, я свет, я жизнь, для неосмысленных казались надменными, но слова, я хочу умереть, не заключают никакого самохваления, а напротив, выражают великое попечение, так как он хочет предать себя за людей, которые бросали в него камень. Кстати, сегодняшнее чтение апостольское прямо созвучно с тем, что мы сейчас с вами читаем. Именно об этом апостол Павел и комментирует о Господе Иисусе Христе. Есть у меня и другие овцы, это говорит об язычниках, они не того двора, которые под законом, то есть евреи, ибо язычники не ограждаются законом, не исполняют, то есть заповеди, то есть не то, что их исполнить было и иудеям тяжело, и не исполняли, а язычники даже и не пытались. И тех надлежит мне привезти, привезти, куда? К себе, к исполнению заповедей, потому что он-то знает своих, и поэтому Господь, зная, что могут быть свои из язычников, а так как он домостроитель, он знает, что они будут из язычников, Господь продолжает и умирает за нас, за людей, не только за иудеев, и за язычников, ибо и эти в рассеянии, и те не имеют пастырей, и эти в рассеянии, и те не имеют, то есть в рассеянии никто евреи, рассеянный по горам, то есть пастыря нету, помните, это Исаия и языки, или Иеремия говорили об этом, а те не имеют пастырей, то есть не имеют священства язычники, и благоразумные и способнейшие к вере из иудеев были без пастырей, следовательно, тем более язычники, мне надлежит собрать язычников и иудеев, слово надлежит здесь означает не принуждение, а то, что непременно последует, ну то есть как последует, почти всегда через скорби и страдания, оно иногда и из радости бывает, а другом, ну это редко, и будет одно стадо, и один пастырь с большой буквы Господь, во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника, Галатам 3 глава 28 стих, и никакого различия, ибо у всех один образ, одна печать крещения, один пастырь с большой буквы, слово Божие, два слова с большой буквы и Бог, пусть устыдятся манихеи, отвергающие ветхий завет, и услышат, что одно стадо и один пастырь, ибо один и тот же Бог Ветхого и Нового Завета, а ветхий завет почему отвергают, потому что этот, там Бог зла, а сейчас Бог добра, ну манихеи так говорили, но это и понятно, то вы почитайте там убийство, 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 и вот пришли к выводу, что да это Бог зла, убивать заставляет, и так далее, ну вспомните, под молотильные доски, известью, в яму бросали язычников, геноцид, сейчас бы сказали, настоящий, конечно, Я думаю, что ничего не происходит в жизни случайно, но вот буквально вчера зашел я в комнату тестя, у него радио постоянно на всю громкость, слушать я специально не слушаю, но вот зашел и как раз речь политологов, политических обозревателей о состоянии дел в Германии, они там критикуют канцера нынешнего и о том, что там происходит раскол в католической церкви, там был такой запрос значит папе римскому о том, чтобы узаконить в Германии венчание однополых бракей сексуальных браков да вот более того они еще претендуют на то, чтобы они совершали богослужение да, 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 конечно, да это для меня было даже новым это в католицизме католицизме у протестантов это уже есть в Швеции там в других там местах да, да уже женщины я к тому о том, что какие пастыри настоящие время и куда они ведут ну Ватикан взял паузу пока они даже они даже не говорят что Содома и Гамор вот чем папа там вышел и сказал об этом и там такой шум подняли вот не так давно это было может год назад он говорил как речь ну как всегда там на каком-то праздновании и он вышел и сказал что не забудьте о Содоме и Гаморе что Господь извращенцев этих он и ну как бы народ поблагодарил его а потом прессе как пошла волна на папу как начали давить он там начал извиняться да я не то имел ввиду то есть у них вот эти извинения и так далее почему правительство их не поддерживает вообще нельзя правительством кабинетом министров там или премьером или там еще кому-то поддерживать не то отношение которое из Америки пришло сюда к этим они называют это секс меньшинство а это полный разврат то есть они название придумали сейчас даже сейчас вот Путин говорил и ему там опять пришло мы будем выстраивать вот эту политику отцов и детей ну то есть взрослых и детей и по отношению значит к аспектам названий родителей он говорит ведь что сдурели что ли родители один родитель два пока на этом месте говорит этот отец мама папа отец мать все не сдвинемся с этого вы что родитель один и родитель два еще там канцер и его предписыватели объявляют тех кто за мир пацифистов они значит исчадие ада исчадие ада потом речь еще о том что они там совершили какой-то а Коран сжигали где они там сжигали Коран в швеции прям перед парламентом германии и там женщина одна какая-то попыталась препятствовать этому вообще безумию почему-то охранялась это действие она охранялась полиция да 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 они прямо дают заявку вот сейчас в швеции подали заявку я когда вчера что ли читала там и сразу сожжение нескольких местах и несколько десятков коранов и они дали разрешение на сожжение и их будет полиция охранять будет будут митинг то есть можно собрать народ и так чтобы ну там кто с плакатами там слава богу что сжигаем там и так далее будут прокляты все кто читаю исламский мир же он восстанет так он уже восстал саудовская аравия и египет и эфиопия на 3 копе там тоже мусульмане есть объединенные арабские эмираты в брикс 1 мая входят в брикс уже все и они когда вот выступали этом слушал этого с арабских эмиратов и он говорит наши ценности говорит и ваши цен ценности это общие наши ценности те которые вы от предков получили вы нет с них не тронемся ни в какую сторону там же когда было вот это в этой в саудовской аравии футбол вот этот мировой чемпионат то германская команда разукрашенные майки у них были лгбт вот эти не самолет весь был вот в лгбт и он хотел там в обувь это как столица сесть они его завернули им пришлось садиться там где-то не помню где в турции что ли они оттуда ехали на автобусах ну короче не в турции поближе далеко очень ехали и такие расстроенные так как все напали на них там кто как вы посмели там вы же вроде как любите американцев там и все что они несут что какой-то то есть не понимают господь когда хочет лишить человека разума когда хочет наказать лишает его разума другого не могу сказать и посылает как раз от посылать их даже мы не можем даже сказать что мусульмане они сатанисты какие-то у них без там управляет ими мы не можем этого сказать потому что они в одного бога верят в единого вернее бога они могут и ошибаться да они могут и ошибаться евреи то тоже в бога ветхого завета веруют это же они ошибаются там это господь будет ваш отец дьявол там и так далее он о духовном состоянии их рассказывать что обращаясь к этому отцу они не получат истинного познания но мы не можем сказать что эти люди бесы мы не можем сказать этого потому что каждый человек может спастись но каждый человек а если так вот позиции описание опять же сказать что это приближение к тому что будет создана единая мировая религия единая мировая религия на через эти все передряги вот это доброго бога доброго бога искать вот то что мы сейчас единая мировая правительство про манихеев сказали видите ветхий завет мы его тут не признаем почему злой бог а вот этот новый добрый а тут говорится нет слова слова вся библия полноте это и есть сам господь наш отец сын и дух святой бог отец бог сын и в духе святом вот так все это до троица так ну еще вопросы какие есть все ли понятно о чем господь сказал он еще больше дальше будет разрывать будем а это чтобы бактерии зла нас не постирует бактерия зла до маянти самое важное что когда начинается вот такое и начинается такое что они могут не охота расходиться добрать и как начали слово божие так еще что-то вот уже того чтобы чтобы это уничтожить господь посылает мусульман в это время когда они уже перешли границы все всех вот этих мальчиков девочек дело все в в том что вот я сейчас тоже по звезде они там поднимает такие вопросы постоянно ну и мне очень нравится и это единственная программа которую служить так что они любят это музыку непонятно для меня песни эти я отключаю а вот там исторические заметки вот политические вот выводы и они рассказывали о москве как о третьем риме вообще и так долго женщина какая-то там исторических наук умная такая я думаю об этом скажет скажет но она обо всем сказала только одно она нет не привела библейские те она приводила библейские тексты но текст где третий рим а четвертому не бывать а машина привела где третий рим это и есть вавилон она не привела а это там вывод сложно делать но его делают его под другого нету и когда ты говоришь о вавилоне а там идет вавилонская блудница вот что самое главное все как говорят даже вот сейчас у нас приезжал там один юрий я если пойдут американцы или китайцы на вас возьму оружие ему крестил бочка с такими вот вы его зрениями а я его как ты представляешь армагеддон вот допустим и даже до марки армагеддона войска севера и войска юга войска мы знаем конкретно юга это будет антихристами руководить еще до того как он станет мировым правителем то есть он на этой войне он и станет мировым правителем учебила когда победит войска севера войска севера это какие войска он такой ну я думаю что это будет россия там может еще кто-то объединенный игру ну правильно правильно потому что мы смотрим на север это конкретный север у нас вот но еще канада есть но это канада понятно это какая страна то ни истории ничего а вот россия север вы просто возьмите википедию почитайте севернее нас нету вот у нас такой такие масштабы вот якутия это полностью северная страна она седьмая по территории в мире якутия одна только сама якутия якутия до саха называется знаете саха кто лось саха то есть лось это у них могущество и так далее и там вся вот это все государство саха якутия это все вечное золото там нету земли где бы можно было взять посеять что-то и так далее а эта территория всей европы в два раза еще понимаете какие у нас просторы это север и его никуда не деться кто живется с якутами сейчас кто кто русские только ужили с якутами только вы знаете что к якутии уже железную дорогу подвели уже мост строится через да и потом из якутии из якутска в магадан будет строиться дорога до 30 года и по северу там такие технологии новые применяют я даже удерживаются вечными злоте это банта строили там с большими труда они знаете сейчас чудил берут пол поле экструдированный этот пилонастерол и выравнивают вместо мне да и полностью вот так вот вы представляете сколько там до магадана с якутия с якутска 1700 километров это а там еще ветки будут же всякие и все это вот там я не знаю на расстоянии как он там 20 метров выстил на экструдировал полиполистиролом такой пятнашка где-то то есть он отсюда тепло не отдает вниз и там остается вечная мерзлота а вечная мерзлота это камень я 10 лет отработал и отработал на этом 10 лет на этой вечной мерзлоте солнце палит там 40 градусов а вот так вот руку опускаешь там два года вот такие ягель которые едят олени то руку вот так опускаешь и лед все и редко редко где там протаяние будут бывают там или еще что это если бульдозер или экскаватор капнул и там ямка образовалась а он как копает он вот это рвет там пытается и так и так и ну и часто ломается даже не может прокопать потому что вечная злота она до трех километров есть вечная злота до трех километров вы понимаете промерзшая все это а нам рассказывает о том что там потепление идет а потом говорят американцы не так давно ну да в сибири то будет лучше всего у них сейчас холодно будет там они будут даже бананы расти а у на а мы ведь просто все высохнет и вы глядите что творится россия житница мира 50 процентов пшена в россии 50 процентов в россии россия северное государство мы еще доказательства надо нужны и и кто будет этот северное государство она хорошее будет и он говорит ну конечно мы же россия мы господни я говорю мы возьмем автоматы ракеты вот эти вот мсту вот это там где цинты там мы не называем сатана нет нет это американцы называют у нас называется тополь булава у нас хорошее название приятный кинжал сатана это название американцы так называют ракету тополь конечно а как они они вообще все наши самолеты танки обзывают такими страшными именами и теперь и теперь понятно кто будет идти и написано вавилон третий рим вавилон блудница на звери багряном чаши нечистот в руке ее и кипит уже переливаясь то есть гнев господень на все это не мир мерзость и дальше написано удар и сгорит столица этого северного государства но это не значит что государство пропадет столица сгорит а государство но она поэтому скорее всего и проиграет что столицы а так бы она просто разорвала бы это эти войска юга то но господь сделал так чтобы пришел антихрист вот смысл то в чем вот и кто на ком стоял за кого нам быть на лизу господа единственное что отличает нас сегодня утром смотрел опять там спас раскопки делают в курской области сейчас там же у нас восьмидесятилетие курской битвы как раз битва заканчиваем заканчивается сейчас заканчивается битва если через 80 лет брать и прогнали войска этих фашистов и сейчас захоронение вокруг там разные там городки и вокруг них захоронения там конституционные лагеря были и находят сейчас вот эти металлоискатели все сканирование и находят пустоты и залазят туда и там находят захоронение убитых людей детей подростков женщины у этих но если как бы мужчины но в основном конечно вот такой возраст и женщины дети и говорит что вы выберет пасну раскопщица женщин археолог виты что вы можете сказать о том она говорит ну горит мы вот недавно горит откопали скелет подростка лет 13 говорит у него в череп и в челюсть забиты гвозди да вы просто ничего не знаем о фашизме понимаете а сегодняшний фашизм который пришел люди вот в мариуполе они некоторые как-то спаслись из аэропорта у них там вот это было каталашка фашистов этих азовцев и люди там несколько где 10 может чуть побольше несколько человек спаслись и вот они документальный фильм и они рассказывают как их пытали пытают как вода то есть топят или поливают в рот тебе вот так берут такой это мешок и поливают сверху чтобы ты через отдышал и электричество электричеством пытают прям про два провода берут и тебя тыкают в разные места это а сейчас люди живые даже священник один одного священника пытали и как его это ну поменяли на что-то чисто повезло ему его бы убили они никого не оставляют свидетелей своих зверств то есть мы что такое фашизм мы не знаем и противоположность фашизму добро с кулаками называется вот это претендовали на это американцы но я вижу эту прецензию потеряют потому что то что они делали уже тоже мы сейчас видим и надо африкой издевались сколько они над этими черными людьми а вы заметили сколько у нас черных стола людей я даже видел за эту девушку черную сначала сзади вот так еду обратил внимание что какие-то волосы аж большом количестве понимаете это то есть то есть все идет к тому все идет к тому что последние дни не за горами и не будет добрых властителей в слово власть переводится как сила сила вот ним рот первый ним ропер одну первый нарока им был но ним рода мы знаем первого который собрал вокруг себя людей подвластных ему и город сделал в этом но первый там камень города строил ну какие поселения а город такой со стенами первые построил не ним почему чтобы его другой такой же не пришел не сверху поэтому нужно было строить города там ты показываешь свою власть сначала людям это конечно я думаю не нравилось поэтому убивали их немножко там а потом поняли что работать то надо жить то надо как-то и вот приняли вот это все и сейчас власть идут вот видите как подписываем заявление президент выступает и говорит сейчас наши доблестные войны они исполняют свой долг и свою присягу исполняют которую они дали то есть дали понятно присягу при ты ты как бы клянешься своей жизнью что восемь за какой-то период когда ты молод еще силен ты готов защитить вот это общество которое здесь есть по-другому никак уже все по-другому никак по-другому только со христом ты себя всего отдаешь христу а потом дальше как вот есть такой фильм недавно вышел но нет десятом году и двенадцатом называется истребителем и там но обо всем фильм вообще такой уже там много что показывают и а верующих там истребители во время войны и вот человек он срывается у него 250 вылетов капитан и он срывается и все где-то больше убивать не могу как-то я не хочу все я не могу будет просто ему говорят до тебя же под это под трибунал и вот он пытается прикрыть и все а полет рук это правда надо для всех показать познавательно вызывает комиссию приезжает тройка и прям выстраивают этот авиаполк этот а то много во его полку ну человек 150 разные офицеров конечно очень много просто летчики также если бомбардировщики истребители ну бомбардировщики как для особых создания за заданий выстраивают и тройка дает решение все его расстрелять перед строем что все видели а он и этот подходит подполковник так не выговорит у него двести пятьдесят два вылета у него 15 сбитых самолетов еще зачем они даже не ожидали думали что ну там по головке погладят и посадят просто в тюрьму а он даже не дрогнув просто пошел все уже видно что обреченный его подвели вот так там к дереву какому-то поставили на колени и буш перед всем строить но этот подошел и говорит но благодарю вас говорит нам у нас сейчас сверх задания это вы тут устроили еще не могли как-то попроще это сделать они такие вы на тебя заяву накатаем что ты типа этих что ты покрываешь преступников и так далее подполковнику этому уже воевать надо дальше это что-то ну вот так вот будет если ты это он не верующий человек просто сорвался может быть совесть открылась что-то не захотел убивать больше не захотел участвовать во всем этом и все и сразу убили сразу убили вот что будет вот и всего нам только одно или мученически погибнуть а господь сказал что придут времена будут вас ставить перед правителей будут перед вельможами будет дух святой говорить за место вас духом святым вот как все будет а вот это покрывать себя и так далее что мы победим все-таки мы все-таки победим 13 глава 7 стих книги откровений говорит о том что и дано было ему вести сатане войну со святыми и победить их эта война будет но она будет с нашей стороны на духовном уровне на духовном если ты возьмешь оружие ты не будешь верный христу все христос не взял в руки оружие вот я сегодня не дочитали мы там говорится о празднике обновления дальше христос написано был праздник обновления он был храме как раз когда он это говорит это праздник обновления это приблизительно конец ноября начало декабря этот праздник утром неделю идет как у них всегда этот праздник об освобождении иудеи 142 году 142 год евреи полностью победили и симон маковей стал первым священником вот как все случилось а до этого отец его мактафия поднял восстание в шестьдесят шестом году и выносил и из иерусалимского храма и долища зевса да и когда осветили этот храм сто шестьдесят пятом году ну а там дальше пришли уже конечно греки там начали и вот 20 лет была война 142 году победили и признали там кто что был то сейчас не помню антиох по моему второй он признал или даже нет не второй пятый он признал иудею отдельным как ну как автономная республика республика сейчас отдельным государством и без выплачивания даже дании они только должны были подтвердить лояльность вот этому селевкинскому государству ну это одно из прагреческих митрополий которые остались после империи александра македонского их вообще сначала четыре было потом нам еще на большее количество делилось это чистая история но это потом я думаю на следующем занятии мы дойдем может поподробнее докладе сделаю их я к чему ведут а и христос а на этом празднике обновление ничего не говорит о победе над римлянами в этот момент а иудея было под римским уже владычеством тогда был в под греческим селевкидов ну это будем говорить и династия селевкидов сейчас под римлянами и он ничего не сказал что давайте к этому празднику приурочен там восстание какой-нибудь он говорит о он говорит о добрых пастырях о слове божьем кто когда-то говорил о слове божьем где мы видим чтобы собрался сильный синедрион и решали когда будем проводить занятия по слову божьему как вот христос сказал чего же этого нет да есть синагога но в синагоге раввины а раввинов почитать хотите ну вот этот шульхана рух почитайте о чем-то все плотяное все только плотяное нету ничего духовного нету практически все плотяное как что исполнять вот как куда принести что там съесть что как омыться там и так далее но это может и надо сначала нужно духовно сначала нужно приобрести веру в бога вера есть осуществление ожидаемое уверенность невидимым а когда ты не этого не 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 знаешь что ожидать и невидимый для тебя просто как вдруг какой-то то есть нету страха божьего то как ты будешь исполнять то заповеди божии если ты страха божию не понимаешь или женщина которая не мужа своего нелю не любит до страха до боится жена мужа своего страх пред мужем должен быть своеобразный но должен быть понятный так все слава достойно есть я кого истину блажите тя богородицу и сна блаженную и пренепорочную и матерь бога нашей дочь честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без искрения бога слова ручую и сущую богородицу тя величаем господи благодарим тебя за этот день благодарим за веру твою дарованную нам благодарим что у нас есть люди которые с нами которые нами занимаются такое время нам уделяют благодарим тебя господи что не оставляешь милости и нас посещаешь показываешь нам что нам нужно призываешь господи благодарим тебя за это спаси наши души для вечности тебе слава веки отец и на святой дух аминь аминь 142 год и 166 про обновление это до рождества христова а то я забыл сказать я так уже афилирует уже понятно да да слава я к тому что могут люди не понимать о чем речь идет и просто ну и так то на меня злятся иногда стоит не то говорю